Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в литературной гостиной журнала Симбирск. У нас в гостях сегодня детские писатели Андрей Медведев и Марина Курылева. Встреча с детскими писателями – это и редкость, и радость. Сегодня наши гости расскажут вам о своем творчестве и о том, как они выступают перед юными читателями. Вы узнаете, какие книги они написали. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня к вам в гости пришли детские писатели Марина Викторовна Курылева и я, Андрей Владимирович Медведев. Да. Сегодня мы вам расскажем немного о наших книгах, с которыми мы вот уже 15 лет встречаемся с детьми, рассказываем о своих книгах детям. Ну, для начала, я думаю, что мы начнем говорить о нашей самой первой книге – это «Азбука кошачьих чувств». Марина Викторовна покажет сейчас эту книгу. Эта книга у нас написана уже больше 12 лет назад. Когда мы встречаемся с ребятами, с первоклассниками, или даже с ребятами постарше, они очень удивляются тому, что эта книга старше их. Здесь, в этой книге, 33 стихотворения, ребята, 33 стихотворения про кошек. Ну, она построена по принципу азбуки, что, собственно говоря, и вынесена в заглавие. Азбука кошачьих чувств. Почему кошачьих чувств? Потому что кошки, как известно, они достаточно эмоциональны и выразительны, и долго живут с человеком. Большинство детей, и не только детей, но и взрослых кошек очень любят. И когда спрашиваешь ребят, есть ли у вас, ребята, дома кошки, в основном всегда лес рук, которые подтверждают, что у них есть эти домашние любимцы. И, конечно, за окошкой очень интересно наблюдать, сколько интересных эмоций и чувств она выражает. Каждое стихотворение в этой азбуке, начиная, соответственно, с очередной буквы алфавита, представляет какую-то кошачью эмоцию, какое-то кошачье чувство, которое, естественно, очень близко нам, как читателям, детям, как читателям. И сразу хочется сказать, что эта книга еще отлично проиллюстрирована, как и все последующие наши книги совместные с Андреем Владимировичем. Отлично им проиллюстрирована, и на каждое стихотворение есть своя авторская иллюстрация. Мы как-то с Андреем Владимировичем посчитали, сколько здесь кошек. Их оказалось не 33, как стихотворение, а намного больше, где-то около 102, или начиная от 102. Хотя некоторые дети считают и больше, больше кошек. Да, здесь благодарность нашему издателю нам подсказал в свое время сделать каждую буквицу заглавную, специально нарисовать отдельно. И огромное количество внутри маленьких кошек мультяшного характера, таких карикатурных кошек, вот таким образом. И, наверное, что еще важно сказать, для нас, как для авторов, пишущих для детей, большое значение имеет не столько развлечь ребенка, хотя, конечно же, это самая первая задача – развлечь и привлечь, но еще и научить, и обязательно воспитать, сделать определенные выводы. Поэтому мы сегодня, думая, какие стихи мы прочитаем, мы решили прочитать первое и последнее, потому что они, конечно, программные, как всегда, в книге. Да. Ну, прежде чем начать читать, я хотел бы сказать, что вот эта книга, на самом деле, в нашей судьбе очень большой роль сыграла, потому что именно благодаря этой книге, нашей первой совместной книге, мы побывали, стали участниками седьмого всероссийского семинара писателей, пишущих для детей. Это было еще в далеком 2007 году, и этот семинар устраивался фондом Филатова, как раз тем самым фондом, который вот в этом году, в сентябре, устраивал у нас международный форум писателей, молодых писателей. Да, как раз в этом сентябре он проходил у нас в Ульяновске. Так вот, в 2007 году мы тоже были участниками этого форума, и благодаря этому познакомились с такими потрясающими людьми, как, например, Эдуард Николаевич Успенский, детский писатель, с которым практически неделю жили в санатории в Спасском-Лутовиново. Получили мастер-классы. Получили от него мастер-классы, да, причем потрясающие, очень интересные. Какие-то рекомендации, какие-то наблюдения о том, как дети воспринимают литературу, какие ходы являются удачными, какие не очень. Это знакомство было для нас, на самом деле, в нашей судьбе значимым. Кроме того, мы познакомились с писателями Владимиром Маканином, с детским писателем Воскобойниковым, с редактором «Русского букера» Игорем Шайтановым. То есть очень интересные люди. И, естественно, мы познакомились с теми людьми, которые по всей России пишут для детей. Да, и до сих пор мы поддерживаем связи с этими молодыми авторами. Многие из них уже сейчас очень известны. Да. Ну, хорошо, наверное, перейдем к стихам. Хорошо. Первое стихотворение на букву А. Алфавит учил котенок под присмотром строгой мышки. Это буква А, чертенок. Знать ее должны, детишки. Ведь с нее запомни твердо. Буквы начинаются. Без нее, как ни крути, книжки не читаются. Без нее в автобус сесть крошка не получится. Без нее арбуз не съесть, азбука не учится. Буквы все учти, дружок. Очень-очень важные. Намотай на ус урок и запомни каждую. Вот таким стихотворением начинается наша азбука. Ну, и заканчивается тоже программным стихотворением, которое делает вывод по всей книге. И получается, что вот здесь не кошка, а тигр, который тоже из семейства кошачьих. Стихотворение на букву Я. Я тигр, друзья, и самый настоящий. От носа и до кончика хвоста. Я в книжке появился неспроста. Мой образ в ней о многом говорящий. Открыть вам должен маленький секрет. Пусть не смущают вас расцветка и размеры, повадки разные и афетит без меры. Ведь в этом-то как раз секрета нет. Мы разные, бесспорно это так. Но ведь душа у нас, у всех, живая. Неважно родословная какая и внешние различия. Пустяк. Неважно, что нас носят по земле четыре лапки, две леножки. Мы все, как ни крути, немножко кошки. Нам жизнь одна дана. И вам, и мне. Это была первая наша книга. Которую мы написали. Азбука кошачьих чувств. Второй книгой из этой серии, так сказать, была книга «Мышиный класс». Это тоже стихи для детей. Но мы ее представляем как мини-энциклопедия из «Мышиной жизни». Потому что здесь даже в конце есть источники, откуда мы брали информацию. Так как Марина Викторовна является кандидатом филологических наук, и она преподает в Ульянском педагогическом университете, то наука для нее важная составляющая жизни. Да, привычка быть точным всегда действует. Но не нужно пугаться. Здесь все-таки стихи. Хотя и небольшие вставки есть, отвечающие для ребенка на вопрос, где живет мышь, когда она поселилась рядом с человеком. Чопорно важно, скользя по паркету, в бальном наряде из скромных цветов, как-то на вечер богемного света мышь полевая явилась слугов, хвостиком модно метя за собою, веером томно припрятав усы, мышь наслаждалась изящной игрой, но без стыда воротили носы мыши домашние. Ей здесь не рады, и, подправляя помаду и тушь, барышни-мышки в богатых нарядах громко шептали «Провинция, глушь!» Только один не поддался соблазну провинциальную мышь осудить, чуть покраснев, посмощавшись, не сразу. Сыру посмел ей смельчак предложить. Ветренной ночью под белой луною, сидя на кухне друг к другу бочком, грызли баранку они. За стеною сны видел кот, усыпленный сверчком. Да, практически все стихи здесь действительно про мышей. Ну, и про кошек тоже, конечно, это любимые детские персонажи. Но мы очень часто выступаем в разных библиотеках, города и области нас приглашают, и всегда в библиотеках мы читаем вот такое стихотворение, которое очень нравится юным читателям. Если позволите, прочитаю одно. Очень ученая белая мышка на ночь читала хорошую книжку. Носиком трогала буквы и строки, в чтении мышки известные доки. Жалко лишь то, что в хорошей той книжке дырки в страницах оставила мышка. Но в этом году мы как бы попробовали себя немножко в другой сфере. Не совсем точно сказать, что в этом году, потому что замысел, план книги родился более чем два года назад. Она очень долго себя реализовывала, очень долго вынашивалась, очень долго писалась. И вот, наконец, она родилась в апреле этого года, увидела свет свои, встретила своих читателей. Сразу получила огромное количество положительных отзывов и сразу стала очень популярной. Книга эта получила название «Матвейкин змей». Вот Андрей Владимирович ее мне передает. Вот так она выглядит. Опять-таки же скажу, что, как и в предыдущих книгах иллюстраций, тоже сделал один, сделал Андрей Владимирович и сделал обложку, нарядную обложку для этой книги. Вот она есть в крупном варианте. Вот такой вариант. Ее можно увидеть вот таким образом. «Матвейкин змей», да. Это прозаическая вещь, это проза. Рассчитанная для детей уже более старшего возраста, где-то среднего звена. Но, как оказалось, ее читали студенты и тоже были в огромном восторге. Да, и даже читали первоклашки и второклашки. Каждый возраст находит в этой книге что-то для себя. Такая широкого плана. Хотя писали мы, конечно, ее для ребят возраста 12-15 лет. Как-то так. Ну, потому что сам герой этой книги тоже мальчик где-то 10-летнего возраста, да. И, ну, с учетом, что в более ранние эпохи дети взрослели быстрее, то он где-то, наверное, будет сегодня соответствовать возрасту 13-15, хотя ему реально 9. Ну да, Марина Викторовна сказала, что в более ранние эпохи действительно действия этой книги происходят в более ранние эпохи, а именно в 1833 году. И не где-нибудь там на неизвестных просторах, да, или в вымышленном городе, а у нас здесь, в Симбирске, все действия и даже некоторые персонажи как бы действуют на территории нашего города. Да, на территории. Книга носит краеведческий характер. И все те сведения, которые касаются Симбирска, были точно нами с Андреем Владимировичем выверены по архивным документам и иным свидетельствам наших писателей-краеведов. Книга, да, действительно носит краеведческий характер. Более того, что еще я, как историк, мог немного тоже по архивам искать информацию, да. Но дело в том, что это все-таки произведение художественно. Это историко-приключенческая вещь, и многие факты и многие персонажи здесь просто вымышлены. Как, в общем-то... А некоторые абсолютно исторические. Да, 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 совершенно верно. Еще какие персонажи, да. И на самом деле, когда мы создавали этот свой город в этой книге, мы, конечно, нарисовали карту, как сделали многие другие авторы. До нас известно то, что тот же Стивенсон, прежде чем писать свой остров-сокровищ, нарисовал карту. Карту острова, да. И наша карта, она... Карта рисунок, но в ней все выверено. Выверены места, где располагались храмы, выверены улицы, выверены домики. Да, некоторые домики уже стояли в 1833 году и сохранились до наших дней. Они на карте есть. И вот эта карта-вкладыш, она присутствует в книге. Читатель может по ней бродить. И реально дети бродят по ней, рассматривают. Карта пользуется популярностью. И вот это такая большая изюминка книги. Большая особенность книги. То есть вот таких карт рисунков... Есть карты-планы города, но карт рисунков мы не встречали. Но я думаю, что, наверное, это одна из первых карт города. Да, да, здесь изображен Симбирск 1833 года. Именно какие здания, какие здесь здания находились в это время в Симбирске. Да, конечно, это иллюстрации. Всего лишь иллюстрации. Здесь не сохранены пропорции, как таковые. Масштаб. Масштаб не сохранен, но это... Приблизительно. Да, приблизительно. Всего лишь приблизительно. Для того, чтобы ребенок, читая эту книгу, и глядя на эту карту, мог себе представить, какие дома, где находились. Как, где, что располагалось. Ну, конечно, иллюстраций здесь очень много. Делались они все тушью. Здесь вот увеличенный масштаб этих иллюстраций. Это симбирские храмы. Огромное количество симбирских храмов. Симбирские улицы. Да, симбирские улицы. Здесь вот, например, Марина Викторовна показывает иллюстрацию, где Матвейка, как раз наш главный персонаж, находится на фоне дома губернатора, к сожалению, сейчас несохранившегося. Да. Или он еще назывался дворец губернатора. Да. Герои книги ходят и действуют в реальном пространстве, на фоне реальных домов, которые, собственно говоря, и описаны на страницах. Да, здесь вот Марина Викторовна читала рецензию Надежды Фаткулны. Надежда Фаткулна Никищенкова, она увидела на строках нашей книги. В герое Александра Сергеевича Пушкина. Она назвала. В столичном литераторе. Да. Но на самом деле, действительно, у нас и есть персонаж Александр Сергеевич. Действительно, он литератор. Но что это Пушкин, у нас нигде не сказано. Конечно, мы подразумевали, что это он. Это должен догадаться сам читатель. Но так как мы все-таки описывали человека реального и действующего, как мы его представляли себе, поэтому мы не называли по фамилии этот персонаж. В действительности известно, что в этом году, в 1833 году, Александр Сергеевич Пушкин действительно посетил Симбирск. Он приехал в гости к своему другу Николаю Языкову. Не застал его. И какое-то время он прожил здесь, в Симбирске. Более того... Собирая информацию о Пугачевском восстании. Да, для своей новой книги. Которая, собственно, потом нашла отражение в его «Капитанской дочке». Книге «Капитанская дочка». И какое-то время он провел в Симбирске в гостях у губернатора, в том числе, от тогдашнего губернатора Загряжского. Так вот, Загряжский тоже присутствует у нас в книге, как некая... Как и члены его семейства. Как и члены его семьи, да. То есть, абсолютно исторические личности они есть. Выдуманный мальчик Матвейко, который главный персонаж нашей книги, он дружит с реальным, как бы, персонажем историческим. Это дочкой Загряжского, это Елизаветой Загряжской. Загряжский, да. Интересно, что о пребывании Пушкина в Симбирске начали писать только спустя практически полвека после этого знаменательного события. И до сих пор некоторые его аспекты пребывания остаются тайной для нас и загадкой. Но, тем не менее, несмотря на это, мы тщательно пытались выверить канву событий, которые случились с Пушкиным, когда он здесь у нас был. И прежде всего, конечно, мы обратились к его собственным письмам, которые он написал своей жене Наталье Гончаровой, потому что вот это свидетельство уже абсолютно точное. А также мы смотрели книги Жореса Трофимова, потому что он очень много книг, и огромную работу провел, посвященную Пушкину и его соратникам по перу Симбирянам. Обращались к этим работам? Да, на самом деле здесь у нас затронут... В первую очередь у нас ребята на встречах спрашивают о том, почему же Матвейкин змей, почему называется так эта книга «Матвейкин змей». И мы начинаем говорить о том, что... показываем иллюстрацию, и начинаем говорить о том, что наша книга, она не только о мальчике Матвейке, и не только о приключениях... И о приключениях, да, но еще и о его змеях. Его змеях. Вот показываем такую иллюстрацию и спрашиваем у ребят, а знают ли они, что на территории Поволжья много-много, ну, миллионов лет назад плескалось... Вот историческое эпоху. Да, так называемое русское море. Русское море, да. Русское море. И мы спрашиваем у ребят, много ли они находят на берег... находят ли они на берегах реки окаменелости, да? Да, бельминиты, аммониты, различные отпечатки растительных останков, да, на камушках. То есть всегда эта тема у наших симбирских, ульяновских ребят пользуется огромной популярностью, потому что они все это любят делать. Да, и многие очень удивляются, особенно малыши, когда узнают, что действительно здесь было море. И именно поэтому они находят столько, такое количество останков. Да, эта тема их затрагивает абсолютно полностью и целиком. То есть это всегда интересно. Один из сюжетов как раз и название книги, именно об этом. Мальчик Матвейко во время оползня обнаруживает на берегу огромный окаменевший череп доисторического ящера. и это становится его тайной. Тайной. Да, совершенно верно. Потому что мы предположили, что некому было рассказать мальчику в тот период времени об этой находке. Мало ли кто мог разобъяснить мальчику, что именно он нашел. И как оказалось, исторические данные нам посвидетельствовали, что вот как раз Александр Сергеевич, столичный литератор, это был тот человек, который мог объяснить, что же нашел мальчик. Потому что, приехав к другу Николаю Языкову, Языкову, о котором все знают, и не застав этого друга, Александр Сергеевич познакомился с его старшим братом, Петром Языковым. А вот Петр Языков, это человек, который до сих пор считается, и который огромное количество для этого сделал, считается первым палеонтологом России. Нашим первым отечественным палеонтологом. И в 1832 году в горном журнале у него выходит первая статья по палеонтологии именно Симбирского края. На тот период времени горный журнал был одним из самых популярных научных журналов и солидных научных журналов своего времени. А статья была первой статьей по палеонтологии в Отечестве. Несколько сюжетных линий в этой книге. О ней трудно говорить, потому что здесь ее можно разворачивать как панораму города и говорить о храмах, о улицах, о строении этого места, гении этого места. Можно говорить так. Можно говорить об Александре Сергеевич, столичном литераторе, и его друзьях-симбирианах. Гениальных и знаменитых людях нашего времени, нашего Отечества, нашей малой Родины. Можно говорить о детективном сюжете этой книги. Да, вот этот сюжет один из ведущих на самом деле, один из ведущих сюжетов, о котором забыли сказать. Мы вначале обозначили, что это историко-приключенческая повесть, но здесь детективный сюжет очень немало, важен, потому что мальчик Матвейко, благодаря своей активности, так сказать, он непосредственности случайно становится свидетелем преступления, которые происходят в Симбирске, а именно ограбления, ограбления приезжего купца, который торговал дегтем на ярмарке, который только что закончился, в Симбирске. И непростого ограбления здесь вот на обложке, здесь вот, наверное, будет лучше видно на цветной иллюстрации. Да, да, на цветной иллюстрации. Только если я ее найду. Есть такой замечательный сундучок с бирюзовыми петухами. Он здесь неспроста, именно этот сундучок и был украден у купца. Причем сундучок набит золотыми и серебряными монетами доверху. И мальчик Матвей оказывается в детективных сюжетах оказывается свидетелем того, как преступники прячут этот клад. И он его, в общем-то, у них перепрятывает. Ну, а то, что происходит дальше, читатель может узнать из самой книги. Мы не будем всех секретов открывать, наверное. Зачитать? Давай, небольшой фрагмент, мы хотели зачитать из книги. читатель имел представление о стилистике, о языке книги. Нужно сказать, что мальчик Матвейко знакомится с Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну, это я сейчас говорю, что Пушкин. Да, с Александром Сергеевичем. И оказывается его проводником по городу. То есть, мы сделали такое допущение, что, возможно, какие-то значимые места, именно мальчик Матвейко ему показывал в этом городе. И вот небольшой фрагмент, который мы хотели бы прочитать. когда мальчик Матвейко и Александр Сергеевич идут по улицам города. И какое впечатление производит город. Вот об этом. Они прошли обратно по Мясницкой и, обогнув большую стройку гостиного двора, свернули на Саратовскую. А знаешь, мальчик, обратился Александр Сергеевич к Матвейке, когда шум строительной площадки остался позади. Ваш город мне нравится. Чем это? опишивал Матвейко. Погляди на улицу. Литератор указал концом трости в пространство перед собой. В большинстве городов, где я бывал, даже главные площади не имеют такой широты. Ваш город полон воздуха и света. Продолжая идти за Александром Сергеевичем, Матвейко с сомнением огляделся, но ничего особенного не увидел. Впереди, поперек Саратовской, разворачивался небольшой обоз из полудюжины груженных каким-то скарбом телег. Справа и слева его объезжали легкие дрожки и кареты. На дощатых тротуарах то там, то тут останавливались зеваки с любопытством наблюдавшие, не произойдет ли из-за обоза какой-то аварии. Но движение продолжалось, как ни в чем не бывало. С правой стороны улицы возвышалось словно столб, подпирающий небосвод колоколь на Вознесенской церкви. Эта каменная колокольня была построена на пожертвование симбирских купцов и открыта совсем недавно. Матвейко еще помнил, как они с Жездарем и Ванькой рискуют свалиться вниз по трясущимся лесам, забирались на самую верхотуру строящегося здания. Оттуда с невероятной высоты открывался захватывающий вид на весь город, на реки Волгу и Свиягу, на заполненной зеленью овраг симбирки. «Весь город как на ладони», говорил тем временем Александр Сергеевич, с любопытством рассматривая распахнувшийся за излукой улицы городской пейзаж, будто на хребте чудо-рыбы какой-то расположен. Матвейка только пожал плечами. Город как город, вдоль по улице магазины, кружечные дворы, гостиницы, почти все как один деревянный. Слева из-за крыш поблескивали золоченые логовки Иверской церкви, что располагалось на территории Спасского женского монастыря. все такое знакомое и привычное. Дорогие друзья, мы рады встрече с нашими гостями, детскими писателями. Марина Курылева, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и культурологии Ульяновского государственного педагогического университета. Андрей Медведев окончил исторический факультет Ульяновского государственного педагогического университета и является также художником-иллюстратором. Он проиллюстрировал более 40 книг. Марина Курылева и Андрей Медведев в соавторстве написали книги «Мышиный класс», «Кота Васи», «Матвей кинзмей» и и их сотрудничество продолжается. Мы и юные читатели будем ждать от них новых произведений. Читателям журнала «Симбирск» я сообщаю, что в номере 11-12 за 2019 год будет опубликована подборка стихов «Мышиный класс» Андрея Медведева и Марины Курылевой. Вы сможете прочитать эти стихи вместе со своими детьми. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok